Продолжение следует... Ну и, возможно, у него что-то и получится. Не знаю, как думаешь, Дима, есть ли шансы в ЛЖД к Сяо 8? Потому что пока что результаты, скажем так, не очень. Нужно дать время. Этот игрок очень долго разгоняется. В среднем, когда он возвращается на те или иные чемпионаты, он все это время делает запасом. Так, чтобы у него было до мейджера или до НТА 2 или 3 месяца. И пока все происходит как обычно. В первые матчи Директор 8 проигрывает. Начинает пикать всякую херь. Простите за выражение. Но, как правило, спустя месяц он стабильно входит в китайский топ. И надеюсь, что он поднимет с колен этот регион. Иначе на них жалко смотреть, как на том же мейджере. Ну да, Сяо 8 вернулся. Но многие как раз кигали, что, возможно, это и шанс. Сама по себе команда ЛЖД сильная, мощная. Но вот есть изменения. Агрессив, Сяо 8, Септембо. Ну, я думаю, что все-таки за время, там, месяц-полтора до квалификации к мейджеру должны команды китайские потянуться. Но IG Виталити сами по себе стали опасными посильнее, чем IG. А обычные Френ, Юноф, ЛНЮ, Догфайт, Супер. Не все имена знакомы, не все имена известны. Но при этом команда показывает относительно неплохую доту. Да, при этом также хочется отметить, что, в принципе, играют они довольно-таки интересно. Всегда в их пике есть какие-то изюминки. Они прекрасно ходят триплой в харду. Они замечательным образом наглеют лесниками. И надеюсь, что, ну, как минимум, IG Виталити дадут лютую битву для ЛЖД Гейминг. Потому что, если посмотреть на состав, то вот ты знаешь кого-то там, кроме Супера? Да, я именно видел, но что прям знать нет никого. Все, как я понимаю, ребята молодые. И по Ликвидпедии, как я смотрел, там особо нет каких-то имен известных. Верно, все ребята молодые. В то время как ЛЖД Гейминг забрали, ну, как минимум, одних из лучших игроков в Китае. То есть это Агрессив, один из сильнейших керри по рейтингам многих сайтов. То же самое касается Мэйби, который однозначно один из сильнейших мидеров, в принципе. Ну, не только в Китае, а может еще и в мире посоревноваться со многими. Ну и ММА, Суппорт, который уже играет Доту хреново знает сколько, возможно даже больше, чем я. И ему опыта не занимать. Это такой местный курок и местный пупан, если сравнивать с опытом. Но Директор 8 без комментариев. Да, тут все и так понятно. Да, в раз без комментариев. Один из самых успешных игроков за всю китайскую историю Доты. Так, ну что ж, ладно, давай переходить к драфту. LGD Gaming, Венга, Батрайдер и Гирокоптер, IG Vitality, Инвокер, Бисмастер и Свен. Ну, я пока симпатизирую чуть больше пику IG Vitality. Все-таки здесь герои пажущие, как мы это отмечали, ауры. Они, как мы видели, свое дело там в лейте делают. И при этом, помимо того, что они очень хороши в лейте, они еще прекрасно доминируют в начале. За счет суммонов, ну и, в принципе, и хороших статов на всех. Забирает Оракла, дабы было чем контрить Батрайдера. Ну, чем-то останавливать его надо. И Оракл один из лучших персонажей для подобного. А LG Gaming, в свою очередь, пока набирает вот героев. Но вот вопрос, так ли хорош Батрайдер на второй пик, когда противник может много чем его постараться законтрить. И, похоже, что может он быть хорош на втором пике, так как Найсталкер с Аганимом режет вижен Бисмастера. Многие суппорты могут оказаться вне позиции. И вот уже у GD есть задумка, с которой они собираются выигрывать. Да и командные врываться вместе. Там Сталкер рядом, Батрайдер видит абсолютно всю карту, фактически. И может врываться, а соперник при этом об этом и не знает. То есть и Бисмастер не видит, а Батрайдер видит много. Но при этом у IG Vitality, согласись, жесткий, опять же, инициация. Бисмастер Рор, Инвокер Проказ, Свен там прыгает, ну и бей-бей-бей. У LGT Gaming очень хороший набор для Ганга. То есть они пока в замесе 5 на 5 будут сильны только если накупят Блокинг Бары. На Батрайдере, на Гирокоптере, может быть даже на Найсталкере. Но нужно взять кого-то, кто будет способен сурки пробивать. Потому что, ну, пока есть гир, он, конечно, может здесь раздать. Но ему будет сложновато это сделать. Как минимум со свином до 30 минуты бороться тяжко. Когда у него там плюс 20 армора и сверху БКБ. И вот IG Vitality молодцы, что забанили ОД. ОД, в принципе, как мы видели, создает много проблем до свина. Он ее подсейвить может на 4 секунды. И сурки пробивает через этот армор чистым уроном. Ну и пока что LGT думает. Что же они будут брать? Ну, уже хороший мид. Но, опять же, мы уже видели, как много ошибались в плане пика миды. Вот сегодня видели Лину от Феррари, которая не зашла. Кто есть? Кто может залететь с LGT? Ну, хотел сказать, Банша, но она, слава богу, в бане. Уже приятно. Такое наблюдать, но для LGT, по идее, какая-то VR-ка может зайти и через фокус-файр убивать. Тимпларка, вот, Тимпларка, не знаю, сумму на ее режут. Я даже не помню, кто там в мид уже ходит у нас, кроме вот всех тех героев, которые попали в бану. Но Фэнтом Лансер еще был временами, но я не уверен, что тут против Свена его стоит брать. Ну да, скорее всего, потерпит. Ну, VR-ка, не знаю, VR-ка улыбается. VR-ка приятная. Надо спросить у мидовых задротов, чем они любят в миде выступать. Пока LGT Gaming думает, что забанит. Забанит Виттер верну. Радиант Тимпларка. Ну, окей. Ну, посмотрим, куда еще Бейсмастер пойдет, потому что я не удивлюсь, если это будет какой-то Бейсмастер лесной вполне. Опять же, это вероятно, с этими новыми метами от китайцев они Бейсмастера в лес управляют, но пока очень часто. Так что сейчас какой-то еще оффлейн, если вредит, то будет жестко выглядеть все. Ну, кто тебе вот из оставшихся оффлейнеров нравится больше всего? Кто может простоять против вот этого? Там очень сильная линия. Да, линия сильная. То есть, у меня есть ощущение, что Бейсмастер, даже если он будет оффлейн или суппорт, то почти в обоих ситуациях он, скорее всего, будет фармить лес. И было бы приятно иметь, может быть, какого-то Леона, чтобы залить под рор. Да, непонятная ситуация для IG Vitality. 15 секунд остается всего лишь у супера. Да, или вариант номер два как-то еще усилить свой лидгейм. То есть, если не Леон, хотя Леон, мы видим, очень популярен, то наверняка есть суппорты, которые способны активно накручивать дэмэдж. Обнаглели совсем IG Vitality. Да, Энигма. Притом тут, на самом деле, есть чем сбивать. Блэкхоллесс, так подумать. Совсем обнаглели. Тут два контроля, которые пробивают БКБ. И они все равно решили ее взять. Это интересно. Это очень интересно. И в бой выходит Бруда. Будут наказывать Энигму за пассивность. То есть, получается, что у нас будет опять Оракл, но в этот раз у него на линии будет Свен. Ну, может быть, Свен будет стоять чуть получше. У него есть хоть какой-то Ауе в виде сплэша. Но, с другой стороны, Брудмазер забегает в вражеские леса. Может найти Энигму, может там и помешать фармить. И ЛЖД Гейминг очень сильный на линиях. Очень сильный. Если же тебе интересно, когда игра затягивается, кто кого. Но вот тут мне больше нравится IG Vitality. Естественно, только в том случае, если Энигма собирает линку, БКБ, Рефрешер, Аганим. Вот тогда она здесь. Вот тогда она здесь хорошо. Понятно, и поцовь по Торакл, и два жестких ультимейта Блокхолла плюс Рор. Ну и Свен там шести слотовые под Блокхоллом даже по двоим героям будут убивать там с пяти ударов шести слотовый Свен. Но если опять же IG Vitality до этого Лейта смогут дотянуть. Потому что ЛЖД Гейминг вполне могут давить на мидгейме, ими, и Батрайдерами, и Бруду, ими, и Герокоптер, который там Сержьяш себе купил. Доминатор БКБ пошел напилив всю команду противника. Ну, интересно. Выходит, ну и давай пройдемся по составам. IG Vitality, Radiant, Friend на Инвокере, Юна на Свене, Fallen U, Beastmaster, Dogfights на Энигме и Super на Оракле. ЛЖД Гейминг, Ксяо 8, Найт Сталкер, Мэйби, Мидовый Бистмастер, ММА, Суппорт, Венжер Пол Спирит, Агрессив на Кэрри, Герокоптере и Брудмазер. Это Септембр, если я правильно помню. Да, Септембр, все правильно. Так, ну, небольшие изменения в планах. Вероятнее всего Бруда пойдет стоять на мид против инвокера. Стоит она против него идеально. Ну, у нее для этого есть все. Она быстро съедает фаржей, она может убегать от метеоритов, там, или еще от чего-то, если инвокер будет не укидаться. Ну, тебе тот же колл снап он дал, а ты взял и убежал. И как-то вот IG Vitality сейчас нужно будет ротироваться. Должен уже понимать, уже помигали, что стоит сеточка, и что будут они делать? Поменять линии, поставить какую-то свену в соломид, что ли? Можно, не, вообще можно поставить инвокера, ну, минута до четвертой, пока Бруда не наплодила своих пауков. Но вот потом нужно будет либо бейбиситить Энигмия все время и как-то стараться помогать, либо вариант номер два просто поставить свина со сплэшой. Он как-то, как-то стоит. Может быть, даже получай инвокера. Две руны для команды ЛЖД вообще без войны. IG Vitality даже не пытались. Как-то тут воевать, и в итоге Геракопт, Бруда плюс Винга, ну, прикольное начало. Вот видишь существенное отличие команды с Директором 8 в отличие от других китайских коллективов. Если там, допустим, ты пикаешь Бруду и ты всегда идешь в Хард, то здесь мы видим мобильность, здесь они готовы, допустим, ротироваться и поставить необычный дабл-лейн. Это на Сталкере Бэтрайдера. И вот пока этот старичок, он делает, делает все, что надо. Свару тут будет трудно вообще. Закидывать будут Напалмом, плюс будут Войт от ХСАУ-8. Не знаю, как-то он будет вообще стоять. И Оракл особо не помощник. Да, и при этом на Сталкера будет очень тяжело мять. У него много регена, большой армор. Оракл, естественно, ему не соперник. Вот, учитывая то, что при поддержке Бэтрайдер. И снизу единственное, что можно сделать, это пулить. Все, на этом им конец. Правда, Директор-8 очень хорошо переигрывает на себя крипов. Не позволяет запулить Оракл, только один крип стоит и погибает. И в это время возвращает линию, возвращает крипов на линию. Да, вот это они их наказали. По всем линиям. По всем линиям. Бейсмастер Ружова ходит фармить сюда. На линии будет крайне сложно против ВВНГ. Плюс геракоптер там стан, ракетбраш, ну и все. Внизу мы видим. Свен не фармит, Дэн на центре. Как можем отметить, все хорошо будет у Брудмазера. Ну вот, сейчас надо посмотреть, все ли будет хорошо. Тут зависит от того, у кого будет стоять центря. Если сейчас Бруда принесет себе быстренько в свой ринг, то на этом жизнь у Вокера закончится. Потому что очень маленький МС. Очень маленький МС. У тебя, допустим, там 5 паучков. Ты начинаешь его кусать. У него становится МС 250. Или там 257. И она его просто сгрызает. Так, вся надежда на Нигму. И Нигме нужно где-то сделать вылазку. Может быть, снизу попробовать пойти дать стан. Может быть, в биде там хотя бы центрейну купить, чтобы инвокер хоть как-то стоял. Вот все в руках Энигмы. Только она может спасти. Сейчас она Соларинг себе купит. И попытается там с ботинком какие-нибудь выйти. Без ботинка будет сложновато. Ну да, пока Бруда уже начинает линию потихоньку захватывать. Вот этот инвокер с одним форш-спиритом пока выглядит очень забавно. Ну и вниз на хосте к Сяу-8 выходит на линию. Эджи просто Сверна не дают фармить. Сверна 4 крипочка. Всего. Райдера 9. Смотри, знаешь, что Бруда делает. Пошла, пошла, пошла. У форжа очень мало армора. У него только единичка. Паучки его быстро сгрызают. И уже начинает накалять. Уже сигнал. Уже сигнал. Для инвокера. Вот начинает его снова бить. Стоит сеточка. Инвокер погиб. Инвокер минус. Свол неплохой. Выходит Энигма, но Ферстбалт есть. И Энигма ничего не может сделать. У него нет маны. И так будет продолжаться постоянно, ведь мы это понимаем. Да, инвокер ничего не может сделать. Вот есть очень многие игроки в пабе, которые прекрасно оказывают медовых инвокеров или медовых АД. Они просто Брэдмазер и разносят без шансов. И вот сейчас нам показывают, что в принципе инвокер здесь. Как бы хорошо он ни играл, у него бегут пауки, ты ничего не можешь сделать. Они тебя убивают редкликом. Вот такая вот игра чудесная. Вопрос, будут ли ротации кидать, же Виталити делать по итогу. Потому что Свен внизу шибко не фармит. У инвокера проблем. Может как-то свапнуть Френ и поставить Свена на центр. Давно надо было сделать ротацию. Давно уже нужно было, возможно, поставить инвокера вниз. Пусть он стоит 40 вдвоем и два ранжа хоть как-то будут издалека фармить. Ну, получше, чем личный Свен против Бэтрайдера. Мы видим то, что Бэтрайдер отрывается в два раза по крипам. Ну и в это время Свен в миде хотя бы смог бы убивать паучихов. Он хотя бы смог им отвечать. Все-таки сплэша, ну и ауэшный стан может помочь. Ну и армор под Варкрайм побольше, ведь мы это понимаем. Чем у инвокера, у которого там два армора. Дупль 2, 2016 год. IG Виталити. Приходит инвокер мид, красавчик, что он качал инвиз. Пятеру, пятеру ему. Мало кто вообще качает инвиз. Да, мы только двоих игроков видели на заигр уже. Десять последних, что прикачали в X на левел 4. Да, они прогрессируют. Они вот наконец-то начинают входить в ту стадию, когда понимаешь, что нужно качать. Ну не просто по гайду, да, там 4 класс, 4 экзорты, 2 фаржа, у МГВТФ, как круто, можно фармить. И теперь нужно выживать. Но суть не меняется. Суть в том, что вот он сейчас придет, верется на линию. И снова побежит на базу. То есть так будет происходить вечно. Внизу проблемы есть у Супера. Выходит вся 8, есть войд, есть стан, вся... Ой, еще можно и дальше идти. Супера убили, но Юном вроде как должен выходить отсюда. Но это все равно минус. И гирокоптер остается 1 на 1 с крипами. Тут не надо ему помощь. Бессмастер на линию возвращаться не может. Он без хп. Можно даже на базу поездить сейчас. Файл Нью опаскать. Бессмастер хорошо опустили сверху. Винга может с ним махаться. У них одинаковые показатели армора. При этом она четче коринжовая. При поддержке гирокоптера его и вовсе за стан можно забрать. Поэтому теперь Винга свободна. И гирокоптер там один сможет постоять. Винга под атакой. И Ксяо 8 уходит. Немножко поздно. Смешно опоздал. Тут метеорит на центре. Опять же, еле живой инвокер. Но тут уже дасты в деле. Тут уже дасты не только. Походу инвокер. Цепанули также и докфайт. Докфайт минус. Медаль пусть не спасает. Ксяо 8 готов еще и дальше идти. Но супер успевает отойти. Очень нравится мне медовый инвокер. Который думал, что Бруда дасты не купит. Но прости инвокер. Это слишком легко. В очередной раз погиб. Ну, так может продолжаться вечно. Я не знаю, сколько раз ему нужно погибнуть. Сколько раз ему нужно прийти на мид. Умирать, умирать, умирать. И производить ротации. Нужен какой-то тренер им за спину. Который будет им помогать. Говорит, дружище, ты там погиб уже три раза. Ты погиб, когда Бруда была третьего. Ну, четвертого ты третьего. Ты умирал. Сейчас Бруда седьмого. Ты четвертого. Ты думаешь, что ты сможешь там стоять? Супер, супер. Парипайр и просто пугают. Один спайдерлингс и пауки. Просто фит начинается. Просто фит от обоих. Уже и Oracle подошел. Вопрос, что сделает Oracle в Бруде? Как ты думаешь? То же самое, что инвокер, только еще хуже, считай. Только скиллов поменьше. То же самое, что и Силенсер, когда мы видели в первой игре, которую Бруда выиграла. Ну, я не знаю, они будут что-то делать или нет. 4000 голды уже лидирует в LGD. Ротации, ребятки, ротации. Ротации. О, стоит, Силен еще купил. Да, талоны пошел с фаржей. Инвокер на центре снова. Это будут повторяться бесконечно? Да, это... Паби уже такие ребята просто нажимать disconnect и все. Игра заканчивается. Паби и таком инвокер уже дают репорт. Причем не только союзники за то, что он бегает, фидит, а и сами противники. То есть уже Oracle приходит и умоляет. Да, я, пожалуйста, постою. Да, я постою. Иди там в леса, пофарми через фаржей. И я хотя бы буду получать левел. То есть Oracle единственный, кто уже начинает что-то адекватное делать. Ну как тебе? Директор 8, просто бруда. Дальше супер на центре. Выходит Саптамба, стоит в центре вард. Но он не спасает супера при этом все равно. Захватывает. Сука, можно это повторять. Ну и наконец-то Sven выполз из леса. Наконец-то пришел он сюда. Единственный, наверное, герой, который может бодаться. Это то, о чем мы говорили 7 минут назад, что нужно выходить, нужно стоять. Нужно как-то контрить бруду. Ну и вот он, красавчик, начинает с плэшой работать. Браво. Всего лишь 0.7. Уже к этой минуте. Да, 0.30 у инвокера. Ну и, кстати, купил себе... А, Саптамба. Арканы, как тебе такой выбор? Интересный. Возможно, я... Пушит, наверное, пойдет. Я тоже первый раз вижу. Пушит, наверное, пойдет. Стан через Guardian Grace. Стан. Свой она есть. Пошел колл на ноты, агрессив, вышел в гости. Ворока район сжимается. Ну вот, Свой она живет. Стан дает. И Юна. Ну там идет Саптамба. Просто за спиной. Бласт. Метеорит. Немножко не туда. Лассо Свой она притянули. Убили. Это какой-то развал. Восьмая минута. Они заходят под Сир 2 башню. Там, кстати, на топе. Есть Рорк Сял 8. Выходит Энигма. Миннайт Пульс. Будет ли Блэк Холл? Будет ли Блэк Холл? Будет. Нет, будет Блэк Холл. Опять. Ну и пушат. Пытается пушить. Есть кабаны. Директор Восема, походу, знаешь, он пришел после своего отпуска, ну, по крайней мере, на эту игру и играет с ними как с малышами, которые там что-то бегают на ринге, сражаются. Вроде молодые ребятки, вроде сильные, вроде уровень, а он там из актива. И он сейчас им показывает, что вот он с ним... Посмотри, где инвокер пойдет. Я вижу, вижу. Я даже не смотрю сюда. Он просто как бот бегает. Он просто как бот бежит на мид и продолжает там умирать. Дружище, сколько раз тебе надо умирать, чтобы ты понял, что ты не можешь там стоять. Все. Твоя линия закончилась уже 5 минут назад. Пожалуйста, иди получи где-то левел. Ты 5-6. Нормальный инвокер будешь? А потом говорят, чего вы игроков-то критикуете-то? Зачем? Это не. Вопрос есть разная критика. Из критика адекватная, конструктивная, ты предлагаешь игру, пойти на другую... Ты предлагаешь игроку, пойти на другую линию. Ты приводишь сравнение. То есть он как бот бежит на центр. Вот я когда играл с ботами давным-давно, вот я помню. Я тоже был брудой, приходили боты, я их вот так же убивал. То есть разницы вообще не было видно. На топе есть выход. Юн нажимает War Cry. Ну, под башней Black Hole будут ли давать, если об этом смысл? Рор. Все, 8. Все, 8. Black Hole в агрессиво неплохо. И станчик сбивается. Black Hole. Пошел кулдаун. Просто по четверым. Минус Enigma. Все замедлены очень серьезно. Rocket Brush надо нажать. Юно. Inwalker. 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 Акция снова. Растают. Растают. Все, наверное, из сталкера он хорошо втанковал. Ну, а герокоптер, как мы видим, раздает прекрасно. Учитывая то, как он лидирует по графикам. Я просто смеюсь, я уже не могу. А он еще раз погиб, да? Да, да, да. Слушай, прям мувик надо мувик рисовать по профессиональной игре от всяких коллекций. По поводу критики. Вот если игрокам ты говоришь критику, ты говоришь конкретно. Вот, ты не флэмишь, ты не говоришь, что он там какой-то нехороший дядь, когда ты ему говоришь, Inwalker, тебе нужно уйти с мида. Все, это все, что говорит комментатор. Комментатор говорит, дружище, тебе нужно уйти отсюда. Вот. А он не уходит, он продолжает умирать. Ему зритель может сказать, тоже дать критику. Дружище, ты можешь уйти на другую линию, но он тут, видимо, намазан. Есть какая-то невиданная сила, которая прям тянет его. Уже момент упущен, на самом деле. Бруда уже с Меккой, например. Вот так себе купил артефакт такой в Септембр. Мека, Арканы, 10-ая минута. Во всех пабах страны. Да, вот она, Бруда. Кстати, многие могут подумать, что это, типа, сама Бруда, скорее всего, решила купить Мекку, Арканы, что за идиот. Ставлю на то, что Директор 8 приказал, покупая Мекку. И он ее сделал. Да, больше некому, на самом деле, здесь купить Мекку. Ни сталкер, ни Венга. Я редкую, чтобы они Мекки покупали, тут артефакты нужны. Ну, хорошая. А Венга без артефакта, в принципе. Да, хороший, хороший айтембилд, если ты рассчитываешь на агрессию, если у тебя найсталкер, патрайдер, и ты, естественно, хочешь идти и навязывать замес, то лучше всего, конечно, покупать артефакты, которые позволят тебе, вот, доминировать в начале. Мекки, Владимиры, барабаны, в принципе, большое количество арт, которые сделают всех вас очень сильными вместе. Так, ну что, инвокер 05, Бруда не было, он говорит, слава тебе, господи. Можно пофармить, да поставить перчатка, ботинок. Ну, пока все, конечно, печально, разумеется. Предпоследний над ворс, выход вниз, на Свена будет или нет, активируется ночь. Юна, видно, Юна стоит так нагло, один, без поддержки, фармит крипов и должны его наказывать. Должны его наказывать. Есть спайдерлингс, есть стан, есть кулдаун, ну, не знаю. Активируется ночь от Найтсталкера. Скорее всего, идет атака, есть такой вариант. Есть. Ну, что поделать, надо жертвовать. Надо жертвовать чем-то. Да, 2.13, графики уже на около 10 тысяч по золоту, ну, это все, в принципе, понятно. По-моему, это 7500. Ну, и пошли наверх. Раз уж настолько силен враг, то, естественно, его лучше на карте не встречать. И, казалось бы, может быть, даже есть какой-то шанс на спидпош. У нас идолончики Энигмы, кабаны Бесмастера, да и Форжейн Локера могут хорошенько прожимать. Но здесь пуки, большое количество пауков, ауры венге, и, как видим, в очки они тоже ломают быстро. И пошли, пошли. Порой хастую. И то, что, слушай, может наметиться, да, в самоках Батрайтера. И ММА, и выход на топ, но Энигма под... Энигма. Энигма. Опасно очень, выходит, все, 8, увидели, увидели Энигму, все, 8, получает Миднайт Фуллис, получает Рор, врывается Мэйби, есть лосовый Энигму, Метеорит, попадает в ММА, минус Энигма, разменная ММА, и приход агрессив, кулдаун флэкэнер, рокит барашь минус ФЛНЮ, телепорт сбивается, отлично, инвокеру с помощью бочки Батрайдера, и минус 3, разменная одного саппорта. Ну, а Борда на центре начинает дожидаться Курьера. Оп! И Курьер продан. И Курьер. Очень просто. Молодцы. Игра без Бруды даже идет, а у Бруды 10-0-0. Да, ну они как-то зафейкали, зафейкали агрессию снизу, три героя перетянулся наверх, Гирокоптер уже был готов делать ТП. Прекрасно понимали то, что IG Виталити скорее всего попробует заспидпушить, ну естественно они это будут делать не всем, может их там будет трое-четверо, ну и как мы видели, замес провезли очень успешно. Медасик на на Сталкере, ТА, 100 минуты, одобряю. Чё бы нет, да, Гуардиан Грис у Бруды, Гирокоптер, Яша, Доминатор, Фейсбус, Мэджик Вент, Винга, Медальон, Боттл, Боттл свой, Боттл не свой, Боттл от Бруды, Бруда подарила, говорит, держи друг, мне не надо. У меня Гуардиан Грис, бесконечный ман, там читай, нажимай регенсия. Ну не дальше пушить, опять же, какая возможность имеется. Ну вот как-то можно попробовать сделать смок ганг, я даже не знаю, ну вот на месте, просто вот смок верится, учитывая то, что все настолько печально, по-моему, надо жать смоки, блэкхолл, рор без мастера и попробовать кого-то убить, потому что LGT, ну, двигаются по двое, по трое на карте. На центре инвокер, есть инвок, что по дастам, дасты не обнаружат, зато и в центре, зато и в центре. Войд, Сайленс, и Сайленс очень долгий, он хоть и первый, но ночь, поэтому инвокер погибает от саппортов и ингей, плюс Найт Сталкер. Но вместо того, чтобы бегать, ну, как-то постараться реализовать свои ульты, они продолжают фармить. Очень приятные цели для Найт Сталкера, для Бэтрайдера, для той же Бруды. И захватывают преимущество. Заходят на Т3. Саптемба, напомню, он еще с Айгисом, поэтому может, кстати, вытанковывать. Медайн пульс, на него всем наплевать. Все стоят и демэш не ощущают вообще. Ну и падает башня, под медальоном стоит герокоптер. Ну и ждем какого-то чуда. Нигба с блэкхоллом, есть рор, но сложно будет, конечно, отхомбачить. Но в минути, когда падает Т3 башня, нажимается глип, уже не вовремя, башня упала. Что-то не ладится, не ладится, уже в Виталити. Выходит фэйлэнью. Пошел кулдаун в ответ от герокоптера. Так вот защитный, дабы просто бить барак. Выходит инвокер, выходит энигма. Свен, стан по агрессиву. Свен нажимает ультимейта, отлично. Смастера стянули. Метеорит. Можно убить Саптембера, но он, напомню, с Айгисом, поэтому это бесполезно. Саптемба, он еще не убей. Не убить его. Он просто под ультимейтом отхиливается своим эперизмом и уходит. И живет. И урна. Прекрасный матрайдер с инициировал у БМа. Не позволил ему дать ультимейт. В свою очередь, вруда сограла на себя всю команду. Теперь без бисмастера можно пойти разве всех оставшихся. И LGD показывает настоящий мастер-класс. Настоящий. Финальный счет улыбается. Три, двадцать, два. Иногда есть моменты, когда комментатору стоит просто помолчать, потому что говорить на самом деле больше и нечего. Минута молчания иногда нужна. Да, для команды IG Vitality. Ну, напомню, БУ-3, поэтому шансы отыграться есть, но LGD выглядели очень сильны. Да, IG Vitality выглядели очень слабо. По макро-моментам мы уже заметили, с первых минут были трудности. Ладно, уйдем на паузу. Я думаю, самое время отдохнуть. На следующей карте еще обсудим эту карту. А то есть о чем поговорить на самом деле.